...детских жизней спасли врача одну из клиник Тель-Авива. Медики не делят своих пациентов по национальному признаку и делают сложнейшие операции как израильтянам, так и палестинцам. Шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков побывал на одной из таких операций и убедился, что вкладу кардиологов в ближневосточные урегулирования могли бы позавидовать политики. Вторжение в святая святых, операция на открытом сердце. Даже смотреть со стороны на это непросто и, конечно, невозможно представить себе состояние и напряжение врача, отвечающего за это сердце и за эту жизнь. Тем более, что это сердце и жизнь четырехлетнего ребенка. Мы считаем, что мы делаем очень важное дело, потому что в тех местах, откуда они приезжают, такую квалифицированную кардиологическую помощь, кардиохирургическую помощь они не могут получить. Поэтому я считаю, что для них это выход, спасение жизни на самом деле. Вот. И мы очень рады, что мы можем помочь. Уже 13 лет подряд каждый вторник сюда, в Тель-Авивскую больницу привозят детей из Газа и Западного берега. Тех, чей диагноз похож на приговор, кому в местных клиниках уже не смогли помочь. И эта инициатива, не имеющая отношения ни к государственным структурам, ни к политической конъюнктуре, так и называется. Спасти детское сердце. Мы сделали уже 1900 операций на сердце. Из них более 900 – палестинским детям. Только сейчас к нам поступили младенцы из Газа, Вифлеема и Ерихона. Это наш принцип. Дети, независимо от того, где они родились, должны получать лучшее лечение из возможного. Каждая операция обходится благотворительной организацией в 10 тысяч евро. Но залог успеха не в деньгах, а в самоотверженном труде врачей. Это чудо, я до сих пор не верю. У моей восьмимесячной девочки врожденная болезнь сердца. Еще недавно она была совершенно синего цвета, все время теряла сознание. А теперь она розовощока. Я готова молиться на нашего доктора. Палестинская мать из Газа целует израильского доктора Алону Штеренфельд. И этот искренний и спонтанный жест стоит любой просчитанной мирной политической инициативы. Раджи играет и танцует через 4 дня после операции на открытом сердце. И это для меня главный показатель ее здоровья. Теперь она сможет заниматься спортом, хоть участвовать в Олимпиаде. Сможет, когда придет срок, стать матерью. Я готова бесконечно повторять имена врачей. Бесконечно говорить спасибо от себя и от всей своей семьи. Ведь у Раджи был врожденный порог, просто дырка в сердце. И мне говорили, что она не доживет до 14 лет. Мои девочки просто подарили жизнь. В педиатрической кардиологии больницы Вольфсон малыши из религиозных еврейских кварталов Иерусалима и из палестинских лагерей беженцев Газы. Рядом, часто в одной палате. Их родители не спорят о политике, терроре и войне. Они молятся на иврите и на арабском о жизни для своих детей. Сергей Пашков, Игорь Горелик, Варвара Галемба, Вести, Тель-Авив.